Билл, ты слышал? Кажется, весь отдел сокращают. Да, меня в том числе. Те, кто перейдет на Блендер, сможет остаться. Черт, я никогда не брошу свою синюю крошку. Брось, Билл, времена меняются. Ты вполне можешь применить все тот же скилл. Ты не понимаешь, между нами есть связь. Когда я вижу ее, мое сердце замирает, а пальцы... Вау! Эээ, слушай, а хочешь узнать, с чего все начиналось? О чем ты? Я расскажу, кто такие Максон на самом деле. Кому-то это может быть интересно. Сейчас увидим. Всем привет, друзья, меня зовут Джон Кармилицин, вы на канале JoyCenters, и в этом ролике я расскажу об основании развития компании Максон. Так что заваривайте чаек и устраивайся поудобнее. Максон является ведущим разработчиком в CG-индустрии. Их флагманский 3D-пакет Cinema 4D используется в рекламе, кино, на телевидении, а также в науке, архитектуре и дизайне. Компанию основали в 1986 году студенты Гарольд Эгель, Гарольд Шнайдер и Уве Бертельс. Именно такую информацию вы найдете на сайте Максонов. А если я скажу, что это не так, что история умалчивает и скрывает интересные моменты? Это, конечно, не тайна, но надо было порыться по разным источникам немного поглубже. История начинается с развития журнала ST Computer, который специализируется на персональных компьютерах Atari ST и Amiga. Выходит он под редакцией тех самых основателей Максон. Впервые журнал был опубликован в начале 1986 года, вскоре после запуска Atari ST. Максон начинали как издательство. Подтверждение этому нашли на официальном сайте журнала. Он, кстати, до сих пор живет и последний выпуск был в 2020 году. Но и это еще не все. При просмотре архивов ST Computer с 1986 по 1989 года мы обнаружили весьма интересную информацию. В одном из выпусков за 1987 год в колонке с новостями есть небольшое сообщение о том, что редакция ST Computer переименовывает себя в Merlin Computer. Причем название журнала сохраняется. Объявление сопровождается изображением, на котором шрифт логотипа очень сильно схож с лого нынешнего Максона. Прям как будто под копирку. Но по итогу компания Merlin просуществовала не так долго. В последнем выпуске за 1988 год наткнулись на небольшой абзац, где говорится, что по юридическим причинам Merlin Computer будет переименован в Maxon Computer. И да, в дизайне логотипа изменили только само название, так что Максоны были верны своему первоначальному стилю. Так, а где же наша любимая синема? Пролистывая архивные форумы, мы наткнулись на сообщение, где говорилось, что синема начинался как простой трассировщик лучей. И назывался он FastRay. Причем разрабатывали его братья Кристиан и Филипп Лош. Вот тут интереснее, ведь в официальных источниках, а мы сейчас про сайт Максонов, о таких подробностях вообще не упоминается. В итоге мы докопались и до этого, и давайте восстановим цепочку. 1986 год. Трио открывает журнал для программистов Atari ST и Amiga. Atari это в свою очередь фирма по производству и изданию компьютерных игр. Первоначально компания была основана в 1972 году. И уже в 1979 году они начинают продажу персональных компьютеров Atari ST, которые работали на чипах собственной разработки. В данном случае не важно, что это за чип, важно кто его создатель. Это был обычный инженер Джей Майнер, который после первых ошеломительных продаж предложил компании сразу же начать разработку компьютеров нового поколения на самом производительном процессоре Motorola. На что Atari отказали из-за нехватки средств, ну и понимания того, что они уже лидировали на 8-битном рынке и не планировали так скоро переходить на 16-битный рынок. Якобы мир еще не был к этому готов. Джей в итоге покинул компанию, а вслед за ним ушли и некоторые разработчики. Так, например, 4 бывших сотрудника Atari основали игровую студию, которая к концу 90-х стала одним из игровых гигантов. И это компания Activision. Вот так люди стремились к своим идеям и двигали прогресс. Ну и самое интересное, и то, что вы, наверное, знаете. В 70-х годах в Atari работал Стив Джобс, куда он устроился дизайнером видеоигр сразу же после ухода из колледжа. И, как вы понимаете, проработал он там недолго. Ведь в 76-м году Джобс основал Apple. Но об этом вы уже и так знаете. Продолжим историю Atari, так как все это связано. В начале 80-го года один из бывших программистов той четверки, Ларри Кеплин, предложил Джейу Майнеру основать собственную компанию. Назвали они ее HiToro. Студия занималась разработкой игровых систем и периферийных устройств в виде джойстиков для Atari. Ну а для кого еще создавать продукцию, как не для конкурентов. Тогда Atari были практически монополистами. Все шло прекрасно, и вот наступает 82-й год. Компании приходится сменить название. В результате бывшая HiToro получает имя Amiga. А это, как вы понимаете, еще одна фирма по разработке персональных компьютеров того времени. Даже не представляю, каково было Atari, которая пропустила через себя будущих гигантов Amiga, Apple и Activision. А думаю, может найдутся и еще знаменитые выходцы. Так вот, Amiga стремительно набирала обороты и была уникальна своей многозадачностью. Благодаря чипам собственной разработки он отображал различные видеорежимы и манипулировал ими намного эффективнее других систем. Они опережали время. И еще больший успех пришел к ним в 85-м году после того, как их купила компания Commandor. Точнее, Commandor. Главное, что не пятерочка. В то время разработчики вели жесткую войну. Было столько переплетений, которые определенным образом влияли на все произошедшие события. Так что вся эпоха становления IT-индустрии требует отдельного ролика. Там целую майн-карту можно визуализировать, чтобы собрать все воедино. Ну что ж, наступает 87-й год и редакция журнала ST Computer переименовывает себя в Merlin Computer. А буквально в конце следующего года вместо Merlin мы увидим привычное и известное имя Maxon Computer. Итак, 1990-й год. Журнал запускает ежемесячный конкурс, где братья Лож представляют трассировщик лучей FastRay и побеждают в нем. В итоге редакция Maxon видит потенциал и предлагает им объединиться. И вот теперь мы наблюдаем начало нашей синемы. Кстати, один из братьев Филипп Лож до сих пор работает в Maxon и занимает должность главного технического директора. Ускоряемся на год вперед, теперь FastRay уже под названием Cinema 4D выпускается для Amiga. С этого момента и начинается основной отсчет. Так что на самом деле ядро синки не было разработано самим Maxon. Они лишь повлияли на развитие и становление основной программы. Ну и конечно же внесли огроменный вклад в процесс разработки. Уже после двух лет существования была выпущена первая официальная версия Cinema 4D. Ну что, а сейчас у олдов полетят скулы. Мы загорелись идеей, почему бы не затестить первые версии синемы. Быстро нашли подходящий эмулятор и тут же списались с разработчиками. Иииии они не ответили. Мы написали самим Maxon и от них тоже молчок. Мы искали в архивах и сами знаете где, но даже скачав там запустить не получилось. После тысячи попыток нам все-таки удалось найти рабочую версию. Но мой компьютер похоже не тянет первую синьку. Но скорее всего это какой-то заговор. Эмуляторы конечно жрут нехило, но что я вам скажу. Скажите спасибо за то, что вы видите сейчас. За ту синему, которая у вас установлена на компьютере. Ну и за то, как технологии добавляют удобство пользователям. Потому что здесь даже элементарное вращение камеры выглядит как управление трактором. Ну наверное поэтому я так быстро разобрался. Продолжаем идти по хронологии Maxon'а. В мае 94-го года выходит следующее обновление Cinema 4D в версии 1.5. С улучшением качества рендеринга. Иии Cinema 4D становится ключевым продуктом Maxon Computer. В том же году стремительно выходит вторая версия. И уже на следующий год они выпускают третью. Понимаете какой был прорыв того времени? Ну что, 96-й год. Родился я. Копец, мне было 0 лет, а Maxon уже вовсю топили за свой софт. А вот Atari и Amiga тем временем приходят в упадок. Ну и разрабы переносят Cinema на Windows и Mac. И с тех пор появляется уже привычная всем синька. Самое интересное, в одной из статей писали, что братья ложь подбрасывали монетку. Когда не могли определиться какую из программ начинать писать. Стоял выбор между FastRay и электронными таблицами типа Excel. Спасибо воле случая, уже представили другую сторону событий. Мы бы имели прямого конкурента Microsoft в виде Excel 2. А может и не имели бы. Зато Excel был бы в 3D. Так что есть удача в нашем мире. В 98 году, вслед за открытием второго офиса в США, была основана компания Maxon Computer Inc. Произошло это после выступления на Seagraph. Тогда они взяли кучу наград. В том же году, после многочисленных задержек, Microsoft выпустила 98-ю винду. Еще были основаны Google и Rockstar Games. И только в Великобритании в этом году отменена смертная казнь. Вот такие дела. Дальше, с 2000 года Maxon является частью немецкой компании Nemechek Group. Сначала они приобрели около 70% акций. И только в 2018 году, после отставки трех первоначальных учредителей, Nemechek прибрали оставшиеся 30% собственности. О выгоде сделки чуть позже. В том же году у Maxon появляется новый продукт Body Paint 3D. Это пакет для создания UV-развертки и текстур. Позволяет быстро покрасить текстуру с большим количеством деталей прямо на 3D-объекте. Существуют на рынке до сих пор. Зайдите в синему, там сверху, вон там, Body Paint 3D. Я не знаю, пользуется им кто-то или нет, но вот он выходил тогда. В поисках интересной информации мы порылись в нескольких архивных IT-журналах. И в одной из российских публикаций наткнулись на рейтинг лучших продуктов для Macintosh. И в номинации 3D-редакторы первое место заняло Cinema 4D. А вот на втором месте прочно удерживался еще один 3D-пакет Lightwave 6 от компании NewTek. Он также использовался в области 3D-графики и анимации. Этот софт до сих пор не сошел с рынка. Не знаю, конечно, кто им сейчас пользуется, но по некоторым данным, визуальные эффекты, созданные в Lightwave, можно наблюдать в фильмах Парк Юрского периода, Титаник, Вавилон 5, Стартрек, 300 Спартанцев и некоторых других. Кстати, именно Lightwave послужил развитию программы Modo, предназначенной для моделирования. Но это уже другая история. Еще исходя из большинства публикаций 2000-х годов, можно отметить, что лидерами в области архитектурного проектирования были Cinema 4D и Maya. Также в нулевые создается большое количество обучающих пособий и различных форумов. Раньше каждый год происходили прорывы, и, судя по архивам, только спустя примерно 10 лет существования, Cinema начала распространяться в нашей стране СНГ. Почему не раньше? Тут все просто, связано это с переходом к Немечку, который на тот момент вовсю осваивает российский рынок, ну а дальше все логично. Вскоре после приобретения, Немечек русифицирует 3D-пакет. И что же происходит с Cinema дальше? Она все больше укореняется в CG-сфере. Количество инвестиций возрастает, разработчики добавляют модули Pyro Cluster для симуляции огня и дыма, а также динамику для симуляции физики твердых и мягких тел. В 2002 году выходит уже восьмая сборка Синемы только с обновленным интерфейсом, а в 2005 внедряют новый модуль Hair для создания волос. Дальше они выпускают лишь обновления. В 2011 году Maxon меняет лого синьки и обновляет интерфейс. Также подключает физический рендер и поддержку Python. Появляются инструменты скульптинга. Они продолжают каждый шаг штамповать новые версии Синемы со своими определенными улучшениями. Несмотря на такую высокую скорость разработки, стабильность продукта все равно остается отличной. И в середине 2018 года, после 32 лет службы, учредители Maxon уходят из управления. Получается, что 20-я версия Синемы была последней под их управлением. Новым генеральным директором назначается Дэвид МакГавран. Ну, я думаю, вы заметили большие изменения после 20-й версии. МакГавран имеет многолетний опыт в индустрии СМИ и развлечений. Он проработал около 20 лет на различных должностях в Adobe. Кто понял, тот понял. С 2019 года частью семейства Maxon становится Redshift. Это мощнейший движок рендеринга с GPU-ускорением, который используют многие разработчики игры, например, Blizzard. Они визуализировали свои фантастические Overwatch и Hearthstone. Сама компания Redshift Rendering Technologies была основана в начале 2012 года в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. До того момента рендеры оставались исключительно на CPU. Соучредителем и генеральным директором является Николас Буртник. До прихода к Redshiftu Николас работал в исследовательской группе Aliase. Внимание! Ныне это Autodesk. Если вам интересно, сделаем выпуск и про них. Второй учредитель, Panos Zampolas, начинал свою карьеру с Sony. И третий, Rob Slater, до Redshift'а работал в Electronic Arts. А после все трое встретились в Double Helix Games, ныне Amazon Games. В 2021 году к Maxon присоединился в Forger. Это приложение для 3D-скульптинга и рисования текстур для iOS. Про него вообще не так много интересной информации, так что не будем особо акцентировать внимание. И приближаемся к нашему времени. Штаб-квартира Maxon Computer находится во Фридрихсдорфе. Фридрихсдорфде. 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 Недалеко от Франкфурта на Майне в Германии. В список известных клиентов Maxon входит Blizzard, BMW, CNN, Fox, NBC, Sony Pictures, Walt, Disney и многие другие. Среди дочерних компаний это Red Giant Software, Maxon Computer и Redshift Rendering Technologies. Nemechek Group, который принадлежит Maxon и ее дочерке, является мировым поставщиком ПО для индустрии архитектуры, проектирования, строительства и менеджмента. Компания была организована намного раньше Maxon, а именно в 1963 году профессором Георгом Nemechek. За все время существования Nemechek взял под свое управление 11 организаций. И все они имеют разную специализацию, но идут в одной стезе архитектуры и строительства. По данным 2017 года, общая стоимость бизнеса оценивалась примерно в 2,5 миллиарда евро. Компания прекрасно балансирует в своей сфере, и они имеют четко выстроенную организацию в плане пригодности приобретения. Это не Google, который скупает все стартапы подряд, а потом их прикрывают. И для тех, кто инвестирует в свое будущее, Nemechek аж с 99 года котируется на фондовой бирже. Так что может стоить рассмотреть их акции, это не финансовый совет. Ну а сейчас поностальгируем первый деморилл Cinema 4D. Это, между прочим, первое видео на YouTube-канале Maxon. Мне вот кажется, или раньше было намного больше идей в плане подачи, съемки и композиции, что скажете? Как думаете, будут ли они выглядеть интереснее сейчас, если отрендерить те же самые сцены в нормальном качестве? Пиши в комментарии, я на все отвечаю и все смотрю. Этот рилл сделан аж 13 лет назад, в 2008 году. И если проследить историю YouTube-канала Maxon, то заметите, что это, наверное, одна из консервативных компаний. Помните, у них есть тутеры под названием «Типсы», что в переводе «Подсказка» или «Быстрый совет». Так вот, самый первый сделан 12 лет назад. Я не говорю, что это плохо, но просто такой факт. Может быть, информации по первым проектам можно найти в глубинках самой компании, но то, что у нас есть, это YouTube-канал. С того момента они не изменяли название своих обучалок, так что вот так вот строго. И да, в этом ролике мы показали шоуриллы не только за последние годы, но и пятилетней-десятилетней давности. Так что, возможно, у кого-то свело скулы, хотя, может, и выцепили что-нибудь приколдесное. А вот от следующего можно кайфануть любителям-барахольщикам. Установщик Cinema 4D ранних версий. Тут, кстати, версия Broadcast с дополнительными функциями анимированной графики. Да, раньше Cinema шла совместно со специализированным пакетом. Их было несколько, и каждый предназначен для каких-то определенных направлений в графике. Всего было шесть сборок. Оставалось только решить, что тебе необходимо. Но это не так уж просто, особенно если начинаешь и не понимаешь, что тебе ближе. Или вот целое пособие по девятой сборке в печатном издании. Я б полистал. А может и нет. Друзья, как вам вообще история такой крупной компании? Ну и хотели бы вы видеть такие разборы у нас на канале? Чего бы вам хотелось добавить и послушать? Напишите все это в комментарии, я обязательно прочитаю. Подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк, если понравилось это видео. Залетайте к нам в телегу за свежими новостями. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok